Давайте немного настроимся сейчас на волну конференции. Прежде чем я нарисую свою телеканалочку и расскажу вам о прохождении нашего мероприятия, давайте посмотрим небольшой видеофильм, посвященный фестивалю Белоруссии. Продолжение следует... 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 Я сам работал в мировой телескоп, который имеет ВТ. Ну, не знаю, что это просто нужно поздравить. Такой подсказчик. Вот. И, наконец, у нас будет... Ну, фильм вот я покажу сам, но, к сожалению, у меня с моего фильма по Кавказской специальной астрофизической обсерватории нет, но у нас с вами будет онлайн включение телескопа. Там очень налажено хорошо контакты с учениками, там проходят технические комнаты на статистических учащихся. И поэтому, надеюсь, что все будет хорошо и мы будем контактировать. И тоже, опять же, потом будут вопросы наши. Вот именно практика нашей программы была в 12-20. Ну, сейчас, когда я начну с фильма, продолжение этого фильма о партической телескопе солнечном в рамках в институте солнечной землетрясии. Валерий Кузьмин. 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 совершенно очень хорошо сказано. Мы отберем отельское солнце. Основная задавка состоит в том, что греет хромоскерва крови. Появилась такая теория, что... Ну что ж, я буквально на основу скажу, как кажущиеся нарушения первого начала динамики, внешне второго начала динамики, что невозможен самопроизводный передача тепла, а тело более холодно, тело более горечного. Но подумайте об этом, о проработке, которая есть на Солнце, что та видная вещь из социал-тосферы на время 60 тысяч градусов, а король – миллионы градусов, что более. Хотя она на улице выше, почему так происходит? Ну, пока остальные вопросы, наверное, раздумья. И сейчас я спрошу Алексея. Алексей, вы готовы связаться с СССР еще? Алексей? Связывается уже. Что? Связывается, да? А, да. Готово. Здравствуйте. Алексей? Так, что я думал? Ну, что ответите? Александр Васильевич, что пройти? Нет. Вас приветствует алжитория антифизм-математического института СССР-40, Нижнего Новгорода. И я ведущий, Аксей Трофимов, принадлежа Махтанова, «Кинтарская послушность» на СССР. Сейчас я работаю в лице, и я подошла в курсе «Курс Астралистики». Ну, хотите, чтобы вы рассказали, немножко какие-то с ваших листовы? Ну, да, я слышу, но я слышу. А, да, вопросы немножко дать. Ухаман, я слышу. Ну, в принципе, я понял, я должен рассказать. Ну, во-первых, проекта статистической обсерватории института СССР-40. Самый института ходит в Органгарке, а у нас есть, у нас в парке, базовые станции, так как, это одна из обсерваторий находится на берегу Майкала, на южном берегу Майкала. Значит, состав обсерватории входит в ценности темы лесков. Это не один телескоп, но тот телескоп, который по-другому вы видели, это называется большой, сёпочный вакуумный телескоп. Сосновой, мы почти подробно. Мы садали на 25 метров, наверху старая терапия, звали с одного сети Роскат. Который фанатологически следит за солнцем и посылает пучок в наклонную галилею. Если вы видели там телескоп, на письменную, я использую такую своеобразную галилу. И там находится как раз внутри ценностей, на объекте 160 миллиметров, фокусное расстояние 40 метров. Изображение строится в нижних этажах здания и находится особое, так скажем, инструмент телескопа, сердце телескопа. Это спектрол. То есть телескоп сам по себе ведёт спектрально на людей, из которых мы можем узнать о химическом составе, на солнце поднеделённых объектах. Тоже надо узнать температуру, можно, значит, движения, какие происходят на солнце, используя щетки, известные очистники, долгие окончательные объекты. И, в конце концов, мы получаем все геновы введения, но сейчас, на современном уровне, происходит фиксация, так сказать, результатов не на фотопластинках, а всё сразу компьютер. Ну и специализированные программы и так далее. После этого идёт обработка. Помимо этого телескопа. У нас есть ещё 4 телескопа, которые мы называем мало. Я должен сказать, что все телескопы, которые здесь находятся, они были разработаны и готовы в нашем институте, в институте солнечной зоно-физики. Потому что в институте имеется своя база, есть ПК, есть оптическая группа, где уже испытывают безотрава и двух тех, в том числе, ещё в 60-е годы у нас сложилось проект телескопа, и был задуман, проект его. Тогда уже начались работы по обработке оптических деталей и так далее. Ну, какие основные результаты, я буду сказать, за период садико-физики, это с 85-го года на вашем полном струе, получено очень много иноментативных, англ, результатов, иные исследования. Ну, что касается, например, большого солнца, там изучается солнечная слишь. Я думаю, вы прекрасно знаете, что солнце имеет цикл 11-летний, в время максимума солнечной активности, именно период в подъёмах, максимум, на солнце происходит много солнечных вспышек. Вот их природа, как и сны, пока ещё до конца не изучены, и во всём мире пытаются смонулировать эти процессы. Потому что там температура высокая, лазмут, высокоскоростные частицы в время вспышки, потоки, значит, исходят из солнца. Вы знаете, здесь даже какой, скажем, уже устоявшийся термин, космическая форма. Когда происходят просто солнечные вспышки, то это мы чувствуем на земле. То есть нарушается связь на земле, возникает сияние и так далее. Так вот в нашем институте, а именно по фазе обсерватории еще и есть некоторые результаты, которые показывают, что вспышки возникают в коронии, и в результате потоков электронных частиц возникает вспышки в арктическом диапазоне, так как мы ее видим, допустим, в линии Ашанцев, в линии водорода. Вот примерно так, если кто-то еще, я могу еще повторить. Можно вопрос задать? Пожалуйста. Вот такой, может быть, детский вопрос с моей стороны. А почему вакуум? Вакуум. А, да. Почему вакуум перескоп? Значит, телескопы, как обычно, создаются, скажем так, просто создается механическая часть, в качестве линзы, ставятся, резерка летают, но находятся в той атмосфере, в которой мы с вами живем, да, в пыльском воздухе. Но, как известно, значит, атмосфера, она искажает этот раз не только, так скажем, на том пути, от объекта наблюдения до нас. Там высокая атмосфера, там свои движения, конкуренция и так далее. Но помимо этого выкрепляется фактическая часть телескопы. Поэтому уже давно ученые в оптике задумывать, как устранить, потому что передается на тот воздух, который находится между лицами, или наблюдателем, и лицами. Поэтому в мире вообще есть несколько способов устранить вот эти искажения, которые возникают и результаты нагреваются внутри телескопа. Поэтому атомный телескоп, почему так? Потому что были так как изготовлены защитные пластины вот на пути где стоит зеркало, и там где уже начинается хромативость, ставится оптическая пластина. Снизу и сверху этот воздух находящийся внутри телескопа откачивается. Поэтому когда луч светом проходит через телескоп, он уже так скажем умение нагревает тот воздух, который находится, и нет влияния фаршова на изображение, то есть оно перестает осить надражение. Вот собственно поэтому в другом есть метод когда внутри телескопа накачивается тяжелый газ. Есть еще один. Вот наш ученый наш институт подошел к управлению с этой стороны. Из внутри телескопа 40 метров откачивается воду. Спасибо большое. Может школьники что-нибудь задают вопрос какой-нибудь. мне это настроит вот это. Не стесняйтесь? Так. Айслав Васильевич позвоните еще один вопрос модельного характера. Скажите, пожалуйста, существует такая физическая модель сейчас вот именно почему такая периодичность 11 лет. И какой-нибудь вопрос связанный с ним? Да, такая модель существует. Это модель динамо, так скажем. у нее сложилось за это время рассказать вам, но так кратко скажем, что просто я скажу, что луды разогреваются на 13 миллионов градусов. Это в общем теоретические оценки и так далее. Мы внутрь не заглядимся. Дальше идет прогуляция вокруг и излучение. Вот фотосфера, которую мы видим при вооруженном глаз, это самый верхний смысл излучения нахуй. Плазма как сама по себе от нее морожена маклитка. И вот это как сказать. Значит, все процессы, которые заставляют видеть и заставляют приводить к тому, что на солнце появляется пятно, пятно, то это просто область и температура ниже, чем окружающая на поверхность солнца. Ну, помимо этого, там локальные маклитные поля. от полутора тысячи гамм не выше. Это локальные маклитные маклитные и вот эти процессы динамо они описаны в теоретических работах. Они значит приводят к тому, что процессы вкладывания внутри солнца приводят к формированию структур, которые причем с периодичностью в 11 лет не будет увеличению солнечной активности. Может быть, они так приятны, скажем, но это целая проблема и целая теория. Поэтому так просто на пальце объяснить довольно сложно. если познакомиться с ней, то нужно обратиться немножко в литературу. Потому что это все-таки серьезная теоретическая проблема и задача. В принципе, она на каком-то сейчас этапе уже решена и позволяет объяснить вот этот процесс 11-летнего цикла. Пятом поднимаются магнитные шкуты, магнитные трубки поднимаются наверх. Причем там есть особенность такая, что они появляются сначала на высоких широтах, потом они в течение какого-то времени пяток начинают с напряжения в квадру получить и возникает как называемая бабочка-малка, которая показывается. Но это просто график, который она напоминает бабочку, что активность тактипенно спускается к квадру. И следом на следующий цикл очень интересный эффект, происходит перепорюсовка на солнце. Если у вас на сферном поле сетхолксом бывают положения атака, она лишь отрицательна, то через цикл с точностью наоборот всегда большая загадка и прочее многие другие. Вот если я судя бы это вам не можно сказать. есть вопросы сколько всего доброго есть вопросы сейчас еще вопрос можно сейчас я спрошу слушаю что какого типа телескоп да хорошо ученицы спрашивают, какого типа это телескоп, рефлектор или эврактор? Здесь оптика стоит, оптический телескоп, контактный зеркал. Единственный элемент зеркаля, как я уже сказал, это зеркаля, которое, как ловит, так скажем, солнечный значок, направляет в оклонную группу. А дальше, с помощью автоматики, этот луч самый дешевый. Поэтому, рефрактор, конечно. Это оптический, а зеркал-то нет. Ну, нет, зеркаля есть, но это же очень оптический телескоп. Асан Аченков, вам спасибо, что уделили на время. Пожалуйста. Всех обратно. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго. Ну, что ж. Сейчас мы, наверное, посмотрим фрагмент из другой части деятельности Российского отделения. Это радиотелескоп, расположенный уже ближе к Саяну. Но тоже под патронажем находится Солнечная земная физика. Разместилась еще одна обсерватория Института солнечной земной физики. Здесь установлен уникальный инструмент. Сибирский солнечный радиотелескоп. Коллектив был создателем удостоен премии правительству России в области науки и техники. Перескоп состоит из 256 тарелок антенн диаметром 2,5 метра. Антенна образует гигантский крест разварком 622 метра. Тарелескоп ведет всепогонные наблюдения солнечной активности в микроволновом диапазоне с высоким пространственным разрешением. Почему мы выбрали такие размеры телескопа? Потому что это позволит очень большой контакт разницы между активным и солнцем. Со временем задачи меняются. И вот на сегодняшний день одна из основных задач, в чем создать инструмент, нужно очликнуть от всех своих. От самых низких прилегающих к тому, что называется атмосферой. И другому. Мы решили, что в процессе у нас начался 14 тысяч на сентябре. Такого не было. Мы вышли в организацию, на регистрацию процесса, первичная карта, объединение энергии и подают вспышку. Это поддастся. Конечно, правда. Сидеет и незболотные люди. Если они все вместе делают, то они делают. Так, день мы готовы? Нет, еще пора. Ну что, тогда, действительно, пока день готовится, я несколько слов добавлю, по поводу такого рода, скажу тебе слово. Есть такое понятие, позитивная антенна-ресчетка. Фарс-ресчетка. Ну, кто-то, если у вас последствия будет работать в интерне, то там одна из задач, даже компьютерная, это расчет, по-моему, какое-то проопректирование с помощью компьютера, потому что снова не работает. Опять то, если у вас большое количество элементов в антенне, чтобы они все синхронно работают. Чем больше у вас элементов в антенне, тем у вас этот антенна более качественнее. Сейчас существует фантастический фильм, в частности, «Контакт». Вот, если этот режиссер, разумеется, вот, где главная героиня, которая живет в космосе, она, как раз, в городе ее страну, она работает вот на подобном роду антенне-ресчетке. Ну, вот этот турец подарил нам уникальность. Надеюсь, что мы его увидим все-таки в своими глазами, не только с Майклсом, и только с Кириллами. Да. Рады. Ага. Вот, кажется, давайте. Как раз. Я знаю. А вот у нас, у меня был парец, реактивный учебник, он хочет нам отборить Черкопа. А у нас Черкопа находится в Кургинской колене, Уроди не возраивает, а также далеко от нахожих планет. Это было. Рады. 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 В этом случае я многоканальный региончик по институту полагания, то есть многоканальный. Еще мы стоим условно о том, что через полгода есть высокотехнологичный контент, потому что в стальной отложении контент будет большой реактивный контент. Так как автоматически тяжело, правда, то есть только вот такая вот. Так, теперь вообще, знаете, что построили и что он несет. То есть на многих контентах, то есть можно даже представлять, хотя в природном станке не остается отходить в решение. Нас легко позволяйтесь делать сон, сон в станке. И жертвующий консенсус, ради значения. А ради значения как это позволяет вам, правильно, где-то судьбу на технологии, ну, как мы говорим. Ну, кратко есть, вот. Антепа у нас управляет на шагу непосредственно, если услышно, он спортер на тройке, не понять, что он у нас. Здесь, в утра, это речь там. Вот нам на тройке еще закатились. Ну, а потом, на тройке еще закатились. Ну, а потом, на тройке снял, дает вопрос в лотере. Большое спасибо. Вопрос в лотере. Я, например, представлюсь. Павел в зале, да? Я слышал с ним уже. Так? Павел. Да. Вот. Такой вопрос. Ну, опять, представлюсь. Я Алексей Геренов. Я ведущий радио. Здесь мы находимся в диспанских целях. Ну, он ссор отношу к Нижнему Новгороду. Я сам принадлежал в пуске и космос на физике. Павел. Павел. Павел, у меня такой вопрос. Смого, прям, не злопытствуя. А почему была выбрана форма креста для этого телескопа? А, ну, да, есть другие фоны, которые в Китае и там в форме сбирали между салонами. Ну, просто на то, как не считать, что это максимальное расстроение окержудной решетки из фонного полуния. Ну, конечно, поэтому, в большинстве его нельзя таблить, но в основе страта и из ключмайки. Вот у нас, в Китае, в комико шеста, Частотный диапазон какой? Частотный диапазон, можно сказать? Я пошел в 600. У меня вот этот вопрос, но такой уже есть наоборот. А почему вы можете на паре объяснить, что это? Почему микроволния дает более глубокий средств? Глубь солнца, чем фактически диапазон? Почему вы можете на паре понимать, что тут солнце? Нет. Ну вот, смотрите, мы здесь смотрим, не имея корону, потому что в коронии как раз происходит движение обрядов движутся к птицам. Стоит птицам застыкается, и смотрят, надо наделаться глубокое, и в момент торможения, застыкается к птицам. Стоит птицам застыкается к птицам. И поэтому, если мы перестали, я буду понимать, что мы начинаем, что мы сейчас начинаем. Спасибо большое. ну что ж здесь здесь у нас есть шестиметровый телескоп и издравить у нас динаме если что дело в том, что телескопы находятся в другой части нашей страны они находятся в Черкесии, Теречевский район, Севропольский край и там два телескопы Ради телескоп находится на высоте 900 метров, а птичный находится на высоте двух километров два километра, это очень хорошо для оптики дело в том, что вы, наверное, можете в хорошую погоду принимать не только птическое излучение вы можете принимать излучение бездлежащего ротрефиолетового диапазона, который в Японском обращается на Север и прокрасного диапазона, который в Японском обращается по негаловой газовой поэтому вот это вот особенность телескопа можете вопросы задавать по этому поводу, когда же связь у нас появится есть связь? есть сейчас ждем пока ну что, сейчас продолжим действительно, вот этот вот комплекс, который находится в Северничок они, в основном, сделали уникальные вещи вот 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 если верить тому, что нам разрешено в интернете потому что я сам лично не знаком с этим ученым, которые работают то обнаружено, вот с помощью этих комплексов обнаружено пузыри вот внешней части нашей Севернии ну, имеется в виду, то, кто достает хаву телескоп и вот другие в частности, эти киевики телескопа, которые Павел Чисович он позволяет за được в Севернии это расстояние порядка миллиарда до двух лет и вот на этом расстоянии обнаружены пуские пространства сарикой пуские пространства решенные политические газопыли и решенные от этих газов почему это происходит? в частности, от теории может быть это не смело идти от антигабитации в эпизмах авторов этих людей когда мы говорили в Севернии Государственные силы для мечтаний, это НГУ Москва. Есть у них ряд других достижений, в частности, это связано тоже с группами Вселенной, есть один загадочный объект, это хвасар. По другому, это страшное название хвазискар, хвазискар, хвазискерзные объекты, которые имеют очень компактный размер, но не кажется у нас, что здесь есть. По-видимому, это ощущение такое, радиострономов и просто астрономов, что это мы, поскольку миллиарды световых лет, это то, что было с нами Вселенной миллиарды лет назад, зародыши тех звездных объектов, которые мы наблюдаем сейчас. В них яросовый слой, естественно, спектральные характеристики, вот эти дельматики, вот эти ВТА, это тот телескоп, который привлечет. Большой телескоп, который нам совершен. В Тианиндозе, по 6 метров, это самый, 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 самый телескоп по крайней мере в нашей стране. Ну, есть, конечно, на мире, действительно, лучше телескопы, есть, так сказать, система телескопов объединенных тоже, понятно, ну или еще, какой-то, 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 какой-то телескоп. Ну, это действие, как считается, телескоп, на нем, правда, есть международные системы, 20% времени телескопу арендует международное сообщество, частью, европейское космическое действие. Так, есть связь? Где? Маякане. Ну что ж, на то и бывает, конечно, это бывает. Никто из Вас не был вчера в милиции? Силы, действующие между телами, пропорциональными к массам и обратно пропорциональными к податру устояния неженения, если от себя материальные точки или сферические образные тела, сферические и решенообразные тела. Ну а в 1917 году еще, опять решили, чтобы его теория относительно с половиной против лечебных, в таком среду телоситиве был еще разлагаемый, так называемый антишнер. Это слагаемый, который имеет постоянный процент для этого диабета, плюс еще скорость света, вне 2 степени, я вам сейчас не скажу, что рисовать надо. И самое главное, пропорциональность к податру, не обратно пропорциональность к податру устояния, а пропорциональность к первой степени расстояния, в том числе. Это значит, что человек дальше, причем это сила протяжения, это сила протяжения между телами. Все, превращаем. Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Спасибо большое. Спасибо большое. Ну, вот, какого вопроса сейчас вы можете надеть? Спасибо. 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 Спасибо.